Но также существуют проблемы в парках. Это фландализм и лорусство. За сегодняшнюю ночь в этом парке была украдена, к сожалению, не успели поймать парадка 30 тюльпанов. Вот две клумбы с тюльпанами. Одна клумба, которая ближе, и она привлекает мариупольцев. И, к сожалению, та плотность, которая была в прошлом году, в этом году она не наблюдается. По вашему поручению усиливаем мы охрану во всех парках города, привлекаем специализированные организации. Тревожные кнопки во всех парках города есть. Дежурить не по одному и по два человека. Ну вот это прекрасно. Он выдранный, да. Мы видим, как, к сожалению, есть сегодня история с фландализмом, как наши, не все горожане встречаются с открытой душой, с открытым сердцем, то, что мы делаем в первую очередь для них. К сожалению, нужно это жить. И мы понимаем, что, наверное, эволюционно мы к этому не готовы, но тем не мы. Я прошу, чтобы вот такие места, как я сказал, активного скопления, я их называю, места первой нашей зоны, первой категории, чтобы мы обеспечили максимально сохран. Что для этого нужно сделать? Я хочу, чтобы мы установили камеры, которые были синхронизированы с нашим ЮАСКом, чтобы, соответственно, была идентификация всех лиц, которые там занимаются вандализмом, выдирают, выкапывают, ломают, уничтожают, чтобы мы фиксировали такие случаи. Я их обращаюсь к прессе и к нашим жителям города Мариуполя, чтобы мы показали вот это все и тех вандалов, которые на выселке совершили арт вандализма. То есть они есть, давайте об этом говорить, давайте это показывать. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все сегодня наши инициативы, они финансируются из бюджета города Мариуполя, то есть за налоги наших налогоплательщиков. То есть, по сути, что мы сегодня делаем? Мы потратили с вами наши собранные деньги для того, чтобы приходить и получать вдохновление, вдохновляться, находить вдохновление сегодня в наших парках, скверах и так далее. Но мы видим, что нашими сегодня с вами же налогами поступают вот так. Берут их и просто ломают, берут их и просто рвут и так далее. Так это неправильно. То есть, если мы с вами берем с кармана, достали 100 гривен и порвали, вот это точно так же мы делаем сегодня с тюльпанами, делаем с теми зелеными насаждениями, которые мы высаживаем, берем, когда магнолий мы кусок отломаем. То есть, это сегодня наши с вами деньги. То есть, это не деньги мэра, не деньги чекера или кого-то. Это деньги мариупольской громады. Мэр это менеджер, которого они налили на работу. Который взял в свою команду также людей, которые наводят и приводят город в порядок. Но если мы будем уважительно относиться к труду, тем инвестициям, которые находятся в городе, тогда это будет служить нам долго. То есть, это наше с вами, это не мое личное. Вот это все наше. Я хочу, чтобы мы понимали это, учили и воспитывали на таких принципах наших детей и, соответственно, с уважением относились к труду нашему с вами. Ценили и уважали этот труд. Ну и, соответственно, таких людей, я уже ставил такую задачу, что тех людей, которые мы идентифицировали, таких людей трое, мы должны их отправлять на исправительные работы, чтобы они все, что уничтожили, здесь высадили. То есть, дайте им лопату, дайте им тяпку, и они здесь копают и роют. Только приводят теперь в то состояние, в котором было первоначально. Соответственно, отработали, сколько убытка нанесли, все, пошли. А вы должны это показывать, и журналистов прошу это показывать, что есть сегодня факты вандализма. Что есть люди, которых мы уже понимаем, и они будут здесь в парке, городском, в саду, будут работать до того момента, пока не компетируют все убытки, которые нанесли в городском убытке. Вадим Сергеевич.